Прастора для усих. Усё частей узнимаются пытания об необходимости створения безбарьерного осяродя. Умова, при яких люди с обмежованными махчимостями могут себе обслуговывать без сторонней допомоги. Представники громадских объединений разом с опытными проектировщиками провели открытый заняток для студентов-архитекторов. Место для разговора было выбрано невыподково – Гомельский дом-интернат для детей-инвалидов. Проектировщик центра рассказал будущим специалистам, с якими тяжкостями он сутыкнулся при работе. Архитектор стверджает, важно не бояться размовлять с отказными службами и менять стандартизованные нормы под потребы и махчимостей будущих корыстальников. Нет ни одного очевидного документа, который всё объявил в одном здании. При створении безбарьерного осяродя дробязев не бывает. Поручни по стенах, специальные налепки на шкляных дверях, отсутность порогов. Наводь шириня дверных проемов, а так само высшиня стойки администратора и раковин. Кожный сантиметр мае значение. Проектировщики часто забываюць об таких деталях, за чаго им треба адаптаваць уже готовые помешканни, калі основный процесс будавництва уже скончаны, а финансовання спынилася. Даводзіца шукать додатковые сродки, што не за усёды отрымліваецца. У выніку будынок так і застаецца неадаптаваны для усіх пластов насельництва. Тут надо рассматривать совместно со специалистами различного уровня, не уровня, а различных структур, возможность технического решения условий безбар'ерной среды. Конечно, есть такие случаи, де невозможно что-то предусмотреть. Значит, госпрограммами предусматриваются, чтобы, допустим, человеку предоставить иное помещение или иное жилье для того, чтобы решить его проблемы выхода. Ну или какие-то другие, может быть, социальное жилье там или ещё какие-то варианты. Но это надо где-то индивидуально подходы делать, и это работа, главное, что эта работа ведётся. Пасля студентам провели экскурсию по самым центры, каб яны могли убачить на практице, як усе гэтые на перший погляд незауважные детали интерьеру допомагают людям с обмежованными махчымастями. Зусім худка гэтые молодые люди стануть уже дейными специалистами. Так что можно чекать, что худким будущим безбарьерное осяродье у Гомеля станет звычайной часткой життя.